Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я снимала видео, чтобы рассказать, с каких петуний можно взять семена. Я обещала показать спелые коробочки. Но спелые коробочки у меня только на улице семенные. Вот мы сейчас переместились на улицу. Тут у меня тоже петуни. И у них уже есть спелые коробочки. Вот смотрите, когда петуня отцветает, на месте цветка остается коробочка. Я вам говорила, ой, зеленая она, зеленого цвета. Когда она приобретет вот такой цвет, видите, коричневый, ее нужно срочно изымать, обрезать, потому что они очень быстро расщелкиваются. Видите, уже началось расщелкивание. Как только вот эта щель увеличится, она раздвинет свои створки, все семена мы теряем. Все семена выпадут на землю. Поэтому, когда коробочка приобретает коричневый цвет, ее нужно вместе вот с этой штучкой убирать. Я хожу и обрезаю через несколько дней. Созревают они очень быстро. Вот, казалось бы, сегодня она коричневая, вот она еще закрытая. Завтра она уже расщелкнется и все семена свои потеряет. Так что, если хотите собрать свои семена с петунией, смотрите, наблюдайте за цветами. Как только коробочки начинают приобретать коричневый оттенок, нужно их срезать. Все предыдущие видео у меня на странице в Одноклассниках Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Сейчас я начинаю знакомить вас всех с многолетниками, с цветами, которые именно сейчас цветут. Как собирать с них семена, как их размножать. Для начинающих это очень ценная информация, чтобы, как сказать, упростить процесс ваш, как облагораживание, благоустройство участка. Читайте эту информацию и выбирайте себе цветы, которые вам подойдут, которые вам понравятся. Вот сейчас в следующем видеоролике расскажу про гвоздику бородатую турецкую. Тоже очень красивое, неприхотливое растение. До свидания. Заходите почаще на страницу ко мне. Набирайте просто в поисковике Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. И весь огородный калейдоскоп у меня на странице. Вы увидите из всех-всех разных цветов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...